друзья всем большой привет я сегодня приехала в город пушкин а точнее на кузьминское кладбище которое находится в северной части этого города данный некрополь существует 1749 года но в годы великой отечественной войны на территории кузьминского кладбища шла линия блокадного кольца и поэтому здесь были разрушены старые захоронения практически все и также был разрушен храм в период контрнаступления 43 44 годов он был разрушен просто до основания это был довольно старый храм церковь во имя благовещения пресвятой богородицы она возведена в 1783 85 годах архитектором джаком акваренко но до нее здесь был другой храм деревянный храм который был перенесен в 1748 году старско-сельского кладбища сейчас перед нами на этом месте где раньше была старая церковь часовня благовещения пресвятой богородицы она современная примерно 2005 или 2007 год я точно не помню но вот в пределах этого времени несмотря на то что старейшие памятники были уничтожены и перед нами вот такие стандартные типичные современные плиты я знаю что здесь все равно есть какие-то памятники и обломки памятников 19 века конечно более ранние утеряны но будем довольствоваться тем что осталось ну что приступим к поиску как раз рядом церковью есть два надгробия старая и новая василия ивановича не елова 1722 1782 выдающийся русский архитектор восемнадцатого века один из создателей художественного ансамбля царского села город пушкин василий иванович это российский архитектор представитель романтизма русского классицизма и неоготики один из первых создателей пейзажных парков в россии если кто-то кто смотрит мои видео будет в пушкине обязательно прогуляйтесь в парке царского села того что он представляет большой интерес эстетический над созданием этого парка к слову он работал вместе со своими сыновьями петром и ильей а это старое надгробие его тоже решили не утилизировать а сохранить на родном месте святский никтаполеон павлович 1854 1917 участник русско-турецкой войны русский поэт рожденный в семье обедневших дворян он участвовал в войне за освобождение болгарии георгиевский кавалер вот его портрет есть вот здесь трудно подобраться с этой стороны к этому памятнику и с другой тоже из какие-то работы проводятся не так далеко так что только с этой стороны мне удастся посмотреть этот памятник и вам показать 23 года он попал в чесменскую богодельню я у вечных воинов откуда он был изгнан так как он был подвержен преследованием царизма не имея возможности двигаться он научился писать стихи с помощью зубов лучины со стальным перышком на конце и двух досок укрепленных одна над другой он издал в частной типографии ца корпусного а две книги стихов 1893 от звуки души и искорки никто полиона святского в 1900 году скончался на шестьдесят третьем году жизни вот здесь такое интересное надгробие раньше она выглядела по-другому 2012 году это надгробие было отреставрировано и выгодит подобным образом с такими узорами красивыми там это в нише виднеется какой-то флакончик пустой набрела на скопление старых надгробий возможно они здесь присутствовали и ранее возможно их сюда переместили для хранения попробуем что-то прочесть на некоторых из них абрам соломонович у конин скончался 21 месяц непонятен потом хом 1879 года на восьмидесятом году жизни еще один памятник на не безымянный с пустующей нишей вообще такие типовые надгробия имели либо каменный крест либо кованый красивый ажурный здесь мы видим к счастью что осталось хотя бы верхняя и боковая часть лопасти эти памятники находятся рядом с родовым местом со склепом как мы видим белозеровых по крайней мере ольга дмитриевна белозерова памятник ее есть но я хочу сначала через вот эти невысокие кусты пробраться и зафиксировать вот эти два надгробия так у меня тут под ногами крест но это советский постсоветский крест вот этот мне к сожалению не прочесть нужно уголь наверное с собой начать носить или мел так абрамович у конин получается что это этот мы видим 1900 начало 20 века получается что это сын сын абрама соломонович а у конина вот под серым надгробием он покоился это родовое место родовое место белозеровых сейчас мы подойдем к этим трем памятником но сразу хочу сказать что естественно здесь покоилась не три человека больше тут по разным частям этого места есть таблички с просьбой не бросать мусор на самом деле это довольно частое явление когда на старые участки бросают мусор то есть люди приходят убраться на участках своих родственников и весь хлам бросают на соседние участки или на такие старые заброшенные вроде благим делом занимаются родственников посещают но ольга дмитриевна белозерова родилась 8 сентября 19 веке конец 19 века судя по всему 66 лет от роду под этим камнем сразу несколько человек покоятся с этой стороны мне вряд ли удастся прочесть но я просто покажу надписи здесь тоже женские имена белозерова это же белозеровой прав белозеровой 1878 год жития ей было 71 год 10 дней здесь детские имена на 7 месте покоится отрок николай отроковица вера покоится прах алексия анны и здесь уже мог взял свои объятия эту часть надгробия и еще один памятник на семейном месте белозеровых он тыльной стороной к нам был повернут когда мы подходили по имени мя господи во царстве твоем александр белозеров скончался 1886 или девяносто шестом году у старого дерева такого ветвистого находится старая плита предположительно тоже 19 век вторая половина мало чтимой но мы попробуем на семействе покоится тело а младенца лебедева скончавшегося 12 апреля 1860 какого-то года три месяца от роду позади этого дерева есть тоже интересный объект заброшенный старый но здесь есть кое-какой элемент довольно примечательный такая деревянная табличка которая находится в нише для икон или лампадки дощечка надписью без хоз 2 где без хоз 1 неизвестны вот здесь тоже навершие отсутствует то есть памятник падал или просто по нему чем-то таким тяжелым били неизвестно какая судьба будет этого памятника когда эта табличка была здесь пристроена попробуем прочесть сейчас кто здесь покоится так через оградку руку по росковья григорьевна батабошина урожденная кучомова скончалась 21 марта 1000 здесь как раз надпись с даты отбита и рядом с бесхозным старым надгробием и современный участок но я хочу обратить ваше внимание на сундук сокровищами самом деле это такой ларь для хранения разных предметов инвентарь для уборки в петербурге не так часто можно такое встретить есть на старом уринском кладбище но тогда я не сразу поняла что это потому что не совсем привычной формы там такой ящичек был а на этом кладбище есть сразу несколько таких предметов я чуть позже покажу надеюсь они сейчас еще над на своем месте не удастся придем а продемонстрировать разные виды сейчас конец сентября последний день сентября на самом деле для петербурга и области не совсем свойственно такие зеленые краски обычно желтые погряные листья но тепло которое продлилось с августа это долгое бабье лето позволяет еще насладиться каким-то яркими зелеными отголосками ушедшего лета а мы с вами приближаемся веселого николаю глебович это профессор санкт-петербургской государственной педиатрической медицинской академии он основатель первый и единственный в россии в системе вузовского обучения кафедры социальной педиатрии автор множества работ более 200 научных работ и публикации на тему медико-социальных проблем материнства и детства детской инвалидности как медико-социальные проблемы и так далее очень много трудов он полезных написал родился он в порхове в моей любимой псковской области за 17 дней до смерти ему исполнилось 56 лет здесь не указаны даты только годы 40 96 так он родился 28 ноября и почил 15 декабря под его руководством была организована лаборатория для разработки программ по снижению материнской младенческой и перинатальной смерти а тут рядом за год постамент старинный замшивый и еще его отдельная часть я не помню говорила я в своих видео или только писала в постах но часто места деревянских кладбищ ограждались от поселения рекой то есть река была граница между миром живых и миром мертвых так и здесь ранее на левом берегу реки была деревня большую кузьми но она была петровского времени а еще ранее здесь жили финские ветеране местным достоянием является приплывшие по реке икона с образом казанской божьей матери за к типичная христианская легенда о принятии христианской святыни это либо каменный крест либо икона либо крест с иконой приплывший по реке чаще всего против течения сохранили на современном участке некий валун возможно он и не был частью надгробия но все равно не стали его с этого участка убирать я хочу кое-что другое показать как я говорила ранее здесь на этом кладбище есть несколько участков в кладбищенске те вот такие имеются предметы для хранения инвентаря беззамочная уже не знаю пользуются имели нет я конечно заглядывать не буду в чужие вещи но как для примера я вам его покажу я тут увидела за старым деревом довольно интересный памятник мы сегодня с вами разыскиваем как обычно надгробия самый старый по возможности и издалека мне тут заприметился один объект ведь какая красота обычно такие памятники были в конце даже в конце 18 начале девятнадцатого века кто был в лавре или смотрел видео про лазаревское кладбище это же снимала два раза там и такие памятники там присутствовали как раз таки на захоронениях конца 18 начало девятнадцатого века памятник безымянный конечно уж поверьте мне с другой стороны тоже никаких надписей нет потому что я именно с той стороны подходила и увидел что он безымянный я думаю он один из старейших сохранившийся здесь от гробий вот такая красота удачная находка а рядом с ним некий валун находится нашли такой интересный объект с вами но знаете что здесь по близости тоже должны быть какие-то обломки старины ушедшие вот здесь два объекта но мне что-то подсказывает что вот этот который дальний он но действительно может быть более старым который по близости больше сходит на более менее современные плиты как мне кажется конечно чтобы делать стопроцентной со стопроцентной уверенностью заключение нужно его поднять перевернуть чего делать естественно не буду пойдем дальше посмотрим если что-то интересно но я уже издалека вижу что кое-что намечается для нашего осмотра это бетонная бетонный элемент это наша современность а вот это более старинная почему-то по камере кажется что она как будто бы железная но нет это это камень все-таки замшевой камень по типу похож на саркофаг который мы кстати видели приоткрытый саркофаг на волковском ветеранском кладбище здесь уже в его середине обосновала зелень цветущая зелень который постепенно также увядает как и увядает природа здесь между двумя участками тоже есть старый памятник такая бетонная рака но не факт что здесь раньше была могила это может быть старый бесхозный памятник который вот за пределы оградки выбросили тут у нас грибы такие симпатичные но не очень с благоприятным названием навозник белый вот я знаю что он условно съедобный любит такие богатые органическими всякими элементами почву по лесу можно часто встретить в ленобласти вот еще один из видов таких ящиков для хранения инвентаря двойная функция тут и скамейка и сам ящик вот такой предмет находится уже в самом дальнем участке кладбища где только современные и постсоветские сохранения есть тропка она уже ведет к самому концу некрополя дошла до самого конца дорожки и решила вернуться к церкви вообще один из моих советов при поиске старых надгробий исследовать область приближенная к храму потому что именно там всегда было скопление надгробий купцов по каких-то графских фамилий адмиралов вот у нас адмирал который родился 7 января 1871 года и подсел 22 мая 1857 года всегда более высокие чины хотели покоиться поближе к храму поэтому вот один из моих советов конечно есть и между другими дорожками но чаще всего поближе к храму есть какие-то осколки обломки иногда даже целые захоронения вот это один из них когда мимо шла по тропинке к этому памятнику еще один нашла сейчас мы его тоже посмотрим и вот то самое надгробие помяни мя господи во царстве твоем здесь покоится тело д.с.с. это действительно истатский советник александр николаевич четвертухин скончался 14 марта 1889 года ну конечно мы понимаем что на гробе находится не на своем месте скорее всего когда здесь устанавливали новые памятники для захоронения других людей его просто переместили с части отградки и вот видим что другой памятник которое ранее показала находится поблизости зашла на территорию причесовни которая огорожена оградкой здесь собраны некоторые старые надгробия здесь покоятся и ей николай алексеевич и анна савишна это его жена черенские он скончался в 1899 году он был священником екатеринского собора в пушкине то в самом городе пушкин то есть не храм не на территории этого кладбища идем дальше такое типовое надгробие нас встречает отсутствует книга обычно на таких надгробиях книга лицетворяет святое писание я вставлю какую-нибудь фотографию сделанную на многих других кладбищах чтобы можно было посмотреть как примерно выглядело надгробие в целости здесь надпись менее читаемая здесь погребено тело слово не читаемое лейтенанта Пелагеи Ивановны Го Дейль здесь у нас некая Мария тоже конец 19 века или середина 19 века видно как камень падал внес как будто бы стреляли видите такие в некоторых местах выемки вообще это место очень сильно мне напоминает Митрофаневский союз так потомственный возможно почетный гражданин кто помнит я выкладывала не так давно посты про Митрофаневское кладбище на его месте собраны надгробия найдены в разных местах и так здесь погребен смотритель дома Ек вас Екатерину Васильевну получается Николая Калежский секретарь который родился в 1811 году 2 августа и умер 24 декабря 1841 года вот вот эта часть тоже это все старые плиты которые уже от времени от осадков не читаются иногда на некоторых кладбищах такими плитами мастили тропинки в котором мы сейчас ходим и даже не знаем что на самом деле это были надгробные плиты а этот объект уже находится за территорией оградки и посади него мы видим много вот таких каких-то обломков бетонных возможно от старых памятников старых советских я имею ввиду от крестов и от бетонных рак раковин на самом деле на территории часовни очень красиво там и цветы и папоротники видно что за этой территорией конечно следят я уже заканчиваю свою прогулку но в конце все-таки решила вам показать как выглядят некоторые кладбищенские участки хорошо заметно что некоторые находятся на разных уровнях в низине какие-то на возвышении мы с вами такое видели когда гуляли на шваловском кладбище и совсем недавно на токсовском вот здесь даже не нужно говорить о том что камера не очень хорошо показывает нет все достаточно хорошо видно какие-то в низине какие-то на холме не вот здесь например на самом деле я думаю что я гораздо меньше времени здесь проведу так как времени не так много но я на самом деле запечатлела все что я хотела поэтому буду выдвигаться назад в путь домой спасибо что были со мной сегодня всем до новых встреч всем пока пока субтитры 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 создавал DimaTorzok